МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Создали в своих картинах другую реальность. Композитор проложил новый путь в музыке. Живописцы открыли новую страницу в художественной жизни заката советской эпохи. Творчество Союза художественных бунтарей под географическим названием «Черный пруд» стало символом обновления в закрытом городе Горьком. И вновь, как и 35 лет назад, друзья-художники собрались, чтобы встряхнуть культурную жизнь города на Волге. Выставка «Черный пруд. Разговоры об искусстве» объединила признанных нижегородских художников и поклонников современной живописи в Центре культуры «Рекорд». Именно здесь в 1987 году состоялись первые выставки молодого объединения. Чернопродовцы противопоставляли себя направлению социализма. Молодые художники предпочли официальному искусству роскошь поисков. Вера в перемены, перемены в лучшие, она, конечно, тогда просто поднимала над землей. Всех людей, а в творческих, наверное, особенно поднимала. Поэтому смелость, она взята именно на ее истоке, именно в особенности времени. Поэтому, если говорить о роли «Черного пруда», это вот то самое начало эпохи перемен в изобразительном искусстве нашего города. «Черный пруд» начался с дружбы трех человек. Геннадия Урлина, Галины Каковкиной и Якова Васильченко. В 70-х годах картины, сюжет которых был далек от прославления советской идеологии, не выставлялись в государственных музеях. Тогда художники нашли выход. Они организовали квартирные выставки, или, как их называли, пятницы. В обход существующих законов, тайна, неформальные художники показывали узкому кругу друзей новые полотна. Мы начинали писать работы. Принцип был такой, чтобы ни одна следующая работа не повторяла предыдущую. И их не подписывали. Был некий такой момент, что работа как бы не авторская. Позднее компанией единомышленников присоединились Алексей Сахаров, Алексей Акилов, Николай Апыхтин, Сергей Суворов, Сергей Сорокин, Николай Сметанин. Было желание написать нечто обыкновенное. И ходил еще по этим союзным выставкам, и все как-то мне было скучновато. И вдруг встретил вот этих людей, и, конечно, мое представление о жизни переменилось. Последней в творческое объединение вошла Наталья Панкова. Участники Черного пруда заметили ее на молодежной выставке Союза художников. Холсты Панковой сразу же привлекли внимание живописцев, энергии цвета. Герои ее картин витражей – утонченные дамы со сказочными головными уборами, сочные пейзажи, насыщенные красками цветы. Мое самое любимое время – это конец 19-го, начало 20-го века. Ну, оно такое переломное, оно очень такое красочное, разное, сложное. И поэтому какие-то мои, может быть, театральные сцены на картинах, они как раз, может быть, из того времени. Наталья Панкова – активный участник объединения. Она не только организует выставки коллектива, но проводит творческие встречи и мастер-классы с детьми. В этот юбилей нижегородский живописец поделилась умением перенести радость и энергию жизни на Холст. Юные художники вместе с Натальей Панковой на мастер-классе смогли нарисовать удивительно яркую картину. Сюжет для нижегородского живописца не нов, но энергетика и искренность детей создали совершенно уникальное художественное произведение. Это очень здорово, это очень здорово для родителей, которые видят преображение детей, как они выражают себя в красках ярких. И многие хотянулись и за желтые, и за красные. И это очень здорово. И это лишь подтверждает тот факт, что каждый ребенок талантлив. И мы, как система образования, система культуры, должны создать условия, в которых дети могли бы самореализовываться и находить себе место в этой жизни. Художники Черного пруда влияли не только на творческий стиль, но и на мировоззрение друг друга. При тесном дружеском общении живописцев с разными устремлениями и эстетическими взглядами объединяло особое отношение и любовь к искусству, творческая свобода. Их никто не ограничивал, но они сами ставили себе рамки. Так художники экспериментировали. В своей манере на одну тему создавали картины. В дальнейшем объединяли их в выставки. Вот это взаимное влияние, оно тогда было очень важно, потому что до этого мы долгое время писали в одиночестве. И когда появилось вот это объединение, и творчество было такое совместное, это был самый прекрасный, самый плодотворный период в нашей жизни. Первая выставка зимой 1987 года в кинотеатре «Рекорд» получила резонанс. Вместо нарочито счастливых советских рабочих перед публикой предстали фантастически утонченные дамы. Прославленные заводы-гиганты обернулись воображаемыми экзотическими садами. Привычные праздничные демонстрации преобразились в одинокую созерцательную прогулку. Детально прорисованные реалистичные полотна сменились условными штрихами субъективной живописи. Чернопрудовцы вернули объекту воздействия коммунизма, окружающему миру, его самоценность. И в то же время предложили вместе с ними отправиться в мир воображения, снов, эмоций. Было очень востребовано, и поэтому очень много приходило зрителей на выставки. И это была такая буря эмоций, потому что такого не было. Это было впервые в городе, в таком строгом, закрытом. Вдруг такие эмоции и свобода самовыражения. Успехом, популярностью и необычностью сюжетов восхищались не только посетители выставок, но и коллеги по цеху. Некоторые стремились войти в авангардное сообщество, но художники не хотели пускать в сложившийся дружеский коллектив новых участников. Так, параллельно Черному пруду появились объединения «Белый лебедь» – группа «Эго». Однако крепкий союз чернопрудовцев сиял ярче и значительнее в жизни города Горького. Мы больше смотрели друг у друга работы, а на широкого зрителя как-то не выходили. И сами не ожидали, что будет такой бум, то есть интерес. Появилась возможность выставлять работы. То есть у нас проходили общие выставки и персональные, почти регулярно. Кажется, вот даже стены здесь не отдыхали. Важной традицией Черного пруда были жаркие дискуссии, честное обсуждение работ художников. Эту традицию объединение пронесло через годы. Когда встречаемся, мы говорим об искусстве. Потребность у людей есть. Об искусстве хочется говорить. Не только ее потрогать, увидеть эту работу в данном случае, но и обсудить с художниками, со зрителями, с теми, кто придет. Мы всегда рады. Каждую круглую дату Черного пруда художники празднуют творчески. 35-летие объединения живописцы отметили особенно масштабной выставкой. В экспозиции организаторы представили картины разных лет, поэтому зрители могли проследить эволюцию художников. Вот сравните представленные в экспозиции работы одного из организаторов бунтарского объединения Якова Васильченко. Пестрые холсты молодости, написанные еще до образования коллектива, и монолитные аскетичные полотна последних лет, рассказывают о душевном перевороте. Яков, он сейчас иконописец, поэтому работы, которые на первом этаже вы видите, они вздержаны цветовой гамме, совсем другие. Эта работа более молодая, яркая, такое лоскутное одеяло. Я люблю художников Черного пруда, и встреча картин вместе в одном пространстве – это очень важно. Сокращать дистанцию между зрителем и живописью остается одной из главных задач художников Черного пруда. Юбилейный альбом, помимо красочных репродукций, включает вставки с дополненной реальностью, которые рассказывают о художниках. Истинное искусство тонко считывается открытыми душами. На выставке картины размещены ковровой развеской, где, как бы случайно, мозаикой соседствуют работы совершенно разных художников. Такое экспонирование окунает зрителей в атмосферу первых выставок объединения, когда, к примеру, рядом с яркими фантастическими образами Натальи Панковой расположились близкие зрителям сцены из повседневной жизни Сергея Сорокина. Однако это не мешает воспринимать уже новому поколению зрителей Черного пруда разнообразие живописи нижегородских художников. Несмотря на многообразие эмоций и палитры вообще оттенков, красок, все-таки веет любовью к жизни. Здесь есть и умиротворение, и радость, и боли. Очень много эмоций, которые ты можешь испытать. Если сложить все картины вместе, получится вот этот вот свет, мне кажется, жизни. Как музыка становится звучащим символом эпохи, так изобразительное искусство запечатлевает образ времени. Разные по колориту полотна художников Черного пруда содержат хронику глубоких эмоций живописцев. Работы чернопрудовцев сейчас не поражают бунтарством и смелостью. Разговаривая о дне сегодняшнем на языке искусства с публикой в музеях и залах России, Европы, творцы устремлены не к сиюминутным проблемам. Сегодня они цепляют зрителей неустаревающими смыслами, актуальными по сей день темами и близкими сюжетами, что подтверждает подлинность искусства художников. Чернопруд — это друзья в первую очередь. И эта молодость, которая прошла вместе с ними, у нас тогда самое важное в жизни, что мы имели, — это друзья. Объединение людей в какой-то степени близких по духу. Желание открыть этот мир красоты. Это любовь, это молодость, это моя жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова